Жители села Коростели Бородулихинского района отстаивают свои земельные участки, которые они когда-то передали в ТОО Коростелевское при реорганизации бывшего совхоза. С этой проблемой они обратились в редакцию нашего телеканала. Со слов сельчан, 6 лет назад они узнали, что лишились своих земель. И вот уже 3 года в суде пытаются восстановить свои права. Подробнее в видеосюжете. В 1996 году крупнейший целинный совхоз Коростелевский был реорганизован в одноименное товарищество с ограниченной ответственностью, которому члены бывшего совхоза передали свои земельные доли в аренду. Со слов сельчан, в 2015 году они случайно узнали, что эти земли теперь им не принадлежат. Я учитель. Родители мои тоже учителя. Нам дали только земельный пай. У меня 136 гектаров земли. Из них 70 пахарных, там, сенокосные. На протяжении до 2015 года ни разу не получали ни дивидендов, ни каких-то денежных вознаграждений. Умирает директор ТО Иртаев Абульгазов-Амгазинович. И мы узнаем, что наследство вступает его супруга, которая оказывается единственным учредителем. То есть мы, пайщики, не являемся соучредителями. То есть в этом ТО только один учредитель и один владелец всех земельных пай. То есть мы все потеряли. С этого времени, с 2015 года, мы судимся. 20 с лишним лет отработал тоже земельные пай. У родителей моих также земельные пай. Ну, мы также работали, надеялись, что будет лучше. Потом нам объявили, а в 2015 году услышали, что у нас что-то там какая-то реорганизация. Пошел я узнать насчет паев. Я говорю, если что, может забрать земельный пай. А мне сказали открытым текстом, что у вас земельных паев нет, земли нет. С 2019 года жители села уже трижды подавали в суд, чтобы восстановить свои права на земли. За это время сменилось уже три учредителя самого товарищества. По информации щельчан, они выигрывали процессы в районном суде и специализированном межрайонном экономическом суде. Однако их решения отменялись в результате апелляции. Апелляционный суд мотивировал тем, что срок давности истек, и поэтому вопрос, иск ваше рассмотрение не подлежит. Мы говорим, мы узнали о нарушении наших прав только в 2015 году, судимся с 2019 года, поэтому, пожалуйста, восстановите срок давности. Мы же не виноваты, что мы не знали. Люди где-то мошенническим путем переоформили. Мы же по Акиматам не ходим, мы же в земельный надежный не ходим, мы же не знаем, как он оформил документы. В Акимате Бородульхинского района пояснили, почему пайщики могли оказаться незарегистрированными в товариществе. По информации специалистов, это могло случиться, потому что в кадастровых делах отсутствовали сведения о передаче в свое время пайщиками своих земель в товарищество с ограниченной ответственностью. Но благодаря архивному журналу это удалось доказать. Архивный, получается, был журнал в то время регистрация, выдача свидетельств на условную земельную долю. То есть, людям, которые в свое время выдавали свидетельства на условную земельную долю, они регистрировали в этом журнале. Там порядковый номер, дата стоит, людям на руки выдавали такие свидетельства в свое время. У нас был такой журнал, и вот этот журнал мы в судебном порядке тоже предоставляли. Таким образом, 6 мая сельчане смогли выиграть третий суд. Сейчас, по решению Бородульхинского районного суда, они признаны участниками ТОО «Коростелевская» и определены их земельной доли. Но на данное решение была вновь подана апелляционная жалоба со стороны товарищества. Так что точку в этом деле ставить рано. К слову, взять комментарий у главы сельхозформирования нам не удалось. На связь он не идет. Всего же, по данным районного Акимата, свои имущественные и земельные паи в данном ТОО имеют более тысячи человек.